добрый день приколы и расслабление это только одна сторона использования фазы да и пришло время рассказать о нескольких практичных способах применения фазы на и где она помогает в реальной жизни где на сегодняшний день люди которые не фазят могут отставать и ну для того чтобы понять как бы это видео вам нужно уже естественно понимать что такое фаза вам нужно уже было посмотреть первую вторую третью часть этой серии да и этих видео на на моем канале то есть в первой части раскрыл три компонента фазы это панорамность детализации желание изменить картинку во второй части я рассказал о технике ощущения ниточек формирующих пространство которое дает повышенный контроль и гиперреальность мгновенно в третьей части я описал такую штуку как техника закрывания части пространства рукой ну которая эффективнее чем как бы техника двери допустим и некоторые другие техники поиска объектов которые используются часто на элайже посмотрите те видео предыдущие потом когда вернетесь можете продолжать смотреть это то сейчас мы не будем как но обсуждать много каких-то методов применения мы обсудим только два которые реально помогли мне в жизни то есть суть в чем фаза это ну мозги да мы играем с мозгами мы убираем определенные тормоза в мозгах разбираем некоторые вещи которые подсознанка ввозит нас за нос не дает нам бы с ними разобраться как бы есть такие две вещи которые мне реально помогли в жизни это преодоление языкового барьера и узнать что мне больше всего по жизни нужно то есть вопросы о себе на и давайте по порядку будем разбираться но начнем наверно с языкового барьера делается она очень просто войти в ну как просто при наличии времени и попыток это нужно войти в фазное пространство и поговорить на интом иностранном языке с которым в реальной жизни у меня барьер на лингвистический барьер то есть но это один экспериментов как бы элайджи и я там это увидел то есть если вы хотите тоже попробовать то там зайдите на их сайт и там есть этот эксперимент можете его попробовать суть в чем это работает с теми языками которые мы уже учили много лет то есть у нас уже есть какая-то теоретическая база но при попытке реально поговорить у нас барьер да мы боимся выбирать определенные слова для нас допустим артыкли являются чем чужими не нашими допустим мы не воспринимаем язык как свой как нечто с чем мы родились то есть он для нас нечто такое чужое нам непривычно формировать наши мысли на этом языке вот в этих случаях фаза поможет да то есть мы заходим в фазу там один раз просто говорим на этом языке тему языка я ну или языковых барьеров я знаю не понаслышке как бы я по образованию компьютерные лингвиста то есть я учил 4 языка и меня ну один из одним из этих языков был немецкий я его учил если так чтобы не соврать ну лет наверное от пяти до семи лет я его учил и он всегда мне был чужим то есть я сколько бы я его не учил мне всегда казалось что я его не знаю и то есть я уже учился в политехе в самой сильной группе где было от одной до двух пар в день немецкого да то есть это от 5 до 10 пар немецкого в неделю и я учил учил вот и всегда у меня был барьер мне было сложно высказать что то что я реально там ощущаю хочу высказать на немецком потом где-то вот полгода назад я увидел этот эксперимент на элайже типа войдите по фазу поговорите там да и я зашел и после этого я просто офигел от того насколько это мне помогло на то есть у меня она сразу сняла все барьеры вот так что прям все я проснулся после фазы и у меня в первые же минуты для меня немецкий был как второй родной язык то есть на минуточку знание от этого не прибавилось то есть все что я знал до до этого я в принципе только это и мог использовать а то есть я мог использовать слова которые учил в течение пяти семи лет да я для меня родными стали арты клик просто вот настолько родными что я как бы это объяснить вот я смотрю на арты клик и я не понимаю вообще то есть у меня был такой момент что я не понимаю как вообще можно общаться без них вот то что ну родной язык для меня русские на немецкий имеет все эти как бы арты клик там до 3 дас и в общем вот это склонение там где-то где она мне было чужое она была не моё то есть я мог встретить немца как только я ему пытался объяснить своими словами какую-то мысль у меня был психологический барьер протест типа это не моё я так не общаюсь и вот этот протест фаза мне убрала то есть я начал на следующее буквально утро писать на немецком и я я писал с ошибками то есть в меру своих каких-то знаний но я мог сформировать уже без каких-то затычек полноценное предложение высказать свою какую-то мысль да и это для меня было огромное общее достижение в жизни то есть она убрала любые попытки любые как бы преграды между попытки между мной и попыткой что-то на немецком сказать и при том что эффект сохраняется то есть вот сейчас уже прошло полгода с времени того эксперимента и я до сих пор могу ну примерно понять простую немецкую речь я могу открыть простенький текст прочитать то есть знание у меня как бы ну мало я этим языком мало общался в реальной жизни но когда я сейчас открытому слышу немецкую речь или открываю немецкий текст у меня автоматически эти слова уже связаны типа с какими так ну с какими-то получается концептами у меня в мозгу то есть я уже понимаю о чем речь мои мозги сами разбирают кусочки слов чтобы понять немецкий текст то есть для меня он стал как вот практически как родной да то есть я понимаю что я там не немец я никогда не общался на каком-то хоть на какие-то хоть более-менее трудные темы но но она реально мне помогло очень сильно вот понятно что это актуально только если языковой барьер есть на то есть давайте определим рамки то есть во первых вы должны уже много лет пытаться выучить этот язык у вас уже есть наработки у вас уже есть как хоть какая-то теоретическая база еще лучше пройти несколько курсов то но есть вот психологический барьер типа преодолеть до которые вам трудно если барьера нету то эффекты но никакого например вот я английский учу намного дольше чем немецкий общался там много лет с иностранцами на английском у меня по английскому барьера нету и как бы в чем ну и когда я попытался сделать то же самое на английском то есть вошел в как бы в фазу и поговорил там на английском вернулся из фазы никаких изменений в уровне моей речи не было и как общался так и общаясь потому что все психологические барьеры это преодолел ну по старинке до общением с иностранцами поиском как бы англоязычных друзей и так дальше вот с немецким у меня такой возможности не было поэтому я убрал ну языковой барьер вот этим методом фазой вот причем оно помогло буквально за один раз то есть я вошел в фазу сразу поговорил больше ничего не делал вышел из фазы и сразу был эффект и после того как эффект был он уже со мной сохранился навсегда я знаю очень много людей которые учат английский годами да и они не могут преодолеть этот барьер с возможности сказать человеку который не понимает русский да понимает только английский возможность сказать ему то что но он хочет сказать то есть я помню что такое преодоление языкового барьера бы в живую да когда ты пытаешься там кому-то британцу на пальцах объяснить что тебе нужно используешь слова которые они в жизни не использовали и как-то это звучит свежую они они поймут они как бы терпимо к этому относятся но прежде чем это делать вот я советую вот если кто-то хочет выучить язык получите учебники никто не отменял но потом войдите один раз в фазу и там поговорить это и когда вы поговорите у вас вся грамматика вся лексика которую вы выучили она вся станет на кончике языка она станет для вас родной и после этого у вас языковой барьер исчезнет вот как бы это это одно из главных применений которые я увидел вторая тема где но это реально помогает это вопрос помогающий понять что нужно мне в жизни то есть мы все-таки играемся со своими мозгами по себе мы знаем больше чем о чем-либо мы о себе думаем всю жизнь ну в мире скажем есть огромнейшее количество людей которые двигаются по жизни не туда куда им нужно которые сошли со своего пути которые вечно пытаются удовлетворить кого-то и это никогда не не работает то есть вот поэтому есть ну вот два вида вопросов две формулировки которые помогают понять что нужно вам первое это приказ вот прямо так и сказать да то есть зайдя в фазу сделать приказ я вижу то что мне нужно больше всего увидеть в моей жизни вот этот приказ это открытая формулировка никакой конкретики на никаких ограничений открыто попросить пространство ну или приказать пространству показать вам то что вам нужно больше всего увидеть и мозги сами вам пока то есть обычно мозги ну как бы и и без этого показывают в фазе то что вам надо но то есть было у меня наверно сотни раз что я как бы заходил в такое полуосознанное состояние фазное и там мозги сами показывали то что мне нужно то ну какие-то решение вещей которых я думал в течение дня и так дальше но когда вы хоть раз ну сделайте вот эту формулировку что этот приказ что вот я вижу то что мне нужно увидеть то она вам показывает вещик о которых вы давно боялись подумать да может показать вам вещи которые вы обходите но всю жизнь и какие-то может важные жизненные аспекты которые вы тоже ну решили откуда отложить давным-давно в долгий ящик и потом вы за ну о них забыли на то есть вот такие вот штуки они вылазят и это очень помогает ощутить как бы целостность то есть но и бы отказываться всегда от этих важных для нас вещей очень трудно психологически потому что мы часть сил тратим на эту блокировку важных жизненных аспектов и мы работаем потом в пол силы мы постоянно обходим нашу запретную зону да и это всегда нам вредит то есть когда вот стоит раз увидеть вот это вот то что нам нужно больше всего увидеть и мы сразу ощущаем такую вот единство с самим собой на мир мы с собой договорились мы увидели то что нам нужно увидеть ну попробуйте то есть но она мне показала очень важные вещи которые отлично для меня которые мне реально не хватало которые я давно заблокировал отказался от них в реальной жизни и вот и ну она мне очень помогло и еще и еще одна вторая формулировка это тоже касается вопросов о себе просто один из подвидов вопроса о себе на это встретиться в фазе самым лучшим вариантом себя и самым худшим вариантом себя то есть мы с фазе встречаем две личности первое это самая худшая версия себя нас вас вот и вторая личность это самая лучшая версия себя и просто с ними пообщаться на задать вопросы там какие ошибки они в жизни сделали как они дошли до этого состояния как они докатились до каких-то там непоправимых вещей как они справлялись с трудностями к что их мотивирует как они подходят к решению жизненных проблем до чтобы они делали в каких-то ситуациях в которых на пресс которым вы сейчас сталкиваетесь в реальной жизни это технику придумал не я эта техника из как бы дебри психологии которая имеет много названий но обычно я ее видел на тренингах она делалась в виде просто сидения и представления себя представить короче три зеркала там себя текущего себя самого худшего и себя самого лучшего да и и с ними пообщаться вот она работает в принципе даже даже в таких примитивных вид способах применения как закрыть глаза и представить но когда это делается в фазе у нас только больше дает ответов именно о себе на ответов которые нам нужно услышать то есть мы видим мы экстраполируем получается все ну какие-то наши заморочки какие-то наши преграды какие-то наши самые лучшие и самые худшие качества и мы видим что будет в конце на то есть увидеть себя в будущем в двух вариантах в первом в котором все вышло на и на и худшему самым худшим образом и второе это то что вышло самым лучшим образом сравнил пообщаться с ними сравнить их ответы и сделать для себя какие-то определенные выводы вот это помогает в жизни не сделать каких-то важных стратегических ошибок это полезная скажем так терапевтическая сторона очень мощный инструмент то есть она реально может настолько шокировать что первый раз когда я это сделал то ну я это делал один раз я просто второй раз мне реально страшно но суть в том что если это сделать то она запоминается настолько сильно что потом об этом можно просто полгода год пытаться думать и жить по этим выводам и и причем это будет очень классно для для вас то есть вы будете понимать куда двигаться стоит куда не стоит и ну вот для меня это было как бы такое откровение каких ошибок в жизни не делать что там нельзя относиться к себе халатно что нужно пытаться делать самые лучшие вещи которые я могу сделать и пытаться идти в самые лучшие обстоятельства которые в которые я могу пойти вот оно дает разобраться в некоторых своих таких вот серьезных вещах внутренних которые ни одна терапия вам не разберет то есть я ведь это ну могу уже точно это сказать потому что я общался с с реальными психологами где и увидел вариацию этой техники и я знаю как она действует у них и как она действует в фазе я видел разницу поэтому очень советую попробовать то тоже эту формулировку вот такие вот методы использования то есть так чтобы подсуммировать это преодоление языкового барьера и вопросы о себе на и из вопросов о себе первый вопрос это приказ я вижу то что мне нужно увидеть и второе это я вижу самую худшую версию себя и самую лучшую версию себя на и пообщаться с ними и вот этих вот три вещи они настолько сильно открывают возможности в жизни что их нужно их обязательно просто делать всем кто хоть как-то раз хоть раз пытался заходить в фазу их хоть что-то там искать то есть эти эксперименты нужно делать в первую очередь они вам решают в сну все очень серьезные ограничения которые ну по-другому их можно разбирать годами и так ни к чему не прийти это то есть вот вот эти вот вещи нужно знать каждому вот такая вот у нас серьезная сегодня тема то есть я надеюсь что я не утомил до что не только развлекаловкой заниматься и повышением качества но еще знать ради чего это делается на что можно максимум получить из из фазы на пойти вот вещи они остаются на всю жизнь то есть это как перманентные изменения качества жизни которые навсегда остаются с нами вот ради ради хотя бы этих вещей стоит выучить техники фазы до научиться туда заходить искать то что нам нужно и потом реализовать вот этих вот три вещь если есть какие то вопросы то как всегда оставляйте в комментариях я на них по возможности буду отвечать и если есть желание пообщаться в более там частном режиме до в анонимном и в режиме консультации этого можете написать мне в telegram он у меня будет под ну под видео в описании и там вы можете мне написать и может мы можем там хоть полчаса пообщаться какие у вас есть проблемы как как вы с то с чем вы не можете справиться и ну может посоветоваться вам нужно с кем-то вот эти вот вещи можем обсудить в режиме типа онлайн консультации да так что пишите оставляйте отзывы подписывайтесь потому что у меня будет еще много чего интересного сгребаю свой старый список тем которые я хотел обсудить как бы и пока что я еще только публикую темы которые я уже год еще год назад хотел опубликовать не только сейчас появилась как бы возможность можете также поддержать мой канал на патреоне если для того чтобы я чаще выпускал такие ролики мне очень очень бы помогло чтобы кто-то меня там поддержал вот такие вот вещи до пишите в общем и до новых встреч и успехов вам вашей фазной деятельности и в разных попытках вот все всем пока ну Субтитры создавал DimaTorzok